Ак, здравствуйте, мои дорогие друзья, я Александр Печи. Жвачку успеваю жевать, вот. Сегодня мы поднимем тем, которые тоже, естественно, не поднимают. Ставим лайки, комментируем, как говорится. Кому не трудно, это помогает продвигать и понимать многим людям, чья магии. Лень мага или лень ведьмы. Последнее время такое бытует мнение, что можно сидеть тупо на попе смирно, как ленивая свинья, жреть и колдовать. Через интернет тупо. Ну, есть дебилы такие, уровень, так сказать, уже падших людей, обленившихся. Не зря сказал Пушкин, насколько я помню. Если Россия будет мерзнуть в августе, значит, она умерла. То есть, по сути, население уже вымерло, значит. Вот, мы видим еще август, я еще в футболке, а люди уже в зимних куртках. Это о чем говорит, что Россия уже давно померла, ее нет уже этой нации толком. Так что, кто там говорит, что я русский, русский узкий или так далее, чушь собачья. Вот. Не верьте, это генетически надо еще проверить. А оказывается, что там ноль баллов, да, процента генетически. Вот. В чем же проблема современных магов, да? То есть, ленивых, которые все начитанные, такие умные, только в интернете, только в интернете. Как в реальности начинаешь пытаться с людьми встретиться, говорить, давайте, там, знания обменяемся, там, по опытам поделимся. Не-не-не-не-не-не-не-не. Я не веду личные приемы, вот, я вот только в интернете, я только виртуально все виртуально, ритуалы тоже виртуально. У меня вопрос, это что, какая-то компьютерная игра или что там, варкрафт переигрались. То есть, все их могуйства, все через интернет. А отсюда следует что? Что это человек или мошенник, или просто интернетный какой-то фрик, который только может говорить, а на деле облом. Вот. Также плюс люди забивают о своем иммунитете, о своем здоровье, там, допустим, закаляться, питаться и так далее, да? С одной стороны, это насрать на них, значит, недолго проживут, быстро кони двинут, ну, естественный отбор называется, да? Но, с другой стороны, если вы маг, если вы какой-то там колдун или жрец, кота культа, есть определенные же правила, да? Что-то не жрать, чтобы негатив не нахапать на себя, всякую падаль, чипсы, хрипсы и говнище. То есть, вообще-то не употребляют. Какие-то правила определенные перед церемонией, перед ритуалом есть, да? Мясо определенное время не едят, еще что-то, да, подготовка. Но, оказывается, у нас магистры ходят с гигантским пузом, гигантской жопой. Мужики, как бабские сиськи уже порусгают, ну, все, уже доно пробито. Они считают, что они магистры, они все знают. А мы, тупо, и ничего не знаем, понимаете? С такой гигантской хари, в экране называется, это магистры. У меня всегда вопрос. А люди вообще не думают о своем как-то будущем, как-то о прогрессе, развитии себя, как в области магии, в области колдовства или чем там люди занимаются, да? Может, даже религиозные какие-то фанатики или сексанты. Вы как-то не планируете развиваться, то есть двигаться вперед, а не только на уровне вот этих чернокнижников, на уровне вот этих погодусек, астрологии? И застряли на этом все. Типа деревенская магия. И вот это все, это вот ради этого вы занимаетесь магией, для того, чтобы тупо дурить народ, да? Как говорится, а не развиваться, не изучать, не знать, так сказать, другую сторону, возможно, как говорят еще в клипе Тилиситрахра. Другую сторону, да, увидеть. Многие даже не пытаются. Кто-то хоть из ленивых свиней, сидящих в интернете, болтающих всякую хрень, в жизни не вызывающий демона, никогда. И Джина. Естественно, сидят такие все умные, такие все гениальные, теоретики, такие практики, или как вы там себя называете. Вот как корову назовешь, так и поедет, ара. Вот. Ведьма, ну все, полетела на метле корова. Так что я не понимаю, в чем суть. О, акустика здесь увеличилась. Здесь, наверное, прогиб леса. То есть, прогиб, то есть, если акустика, значит, прогиб леса где-то есть. В виде локатора такого, короче, создается. И углубление в конце, значит. Ладно, не вдаемся в подробности леса. И человек даже, по сути, не пытается заняться. То есть, лень настолько пробивает дно, что начинает уже тупо заказывать какие-то свечки, скрученные просто так за гигантские деньги в интернете. Типа снятия порчи. Хотя, сами, типа, великие магистры-демонологи занимаются какую-то хрень. То есть, начинаешь спрашивать людей хотя бы по демонологии, хотя бы по какой-то стандартному материалу. Самому примитивному. И люди ничего не знают. Они говорят. Ой, нет, я, знаете, я такая умная, я такой умный, гениальный. Нимбраш светится у них. И все такие гениальные, умные. Я, допустим, в интернете не ору, что я какой-то гениальный, умный, там вообще, ум сверя Руси или что-то еще бредятина. Нет. Я не считаю себя. Есть всегда время учиться. Всегда нужно учиться, учиться. То есть, все мы ученики, как говорится, чего-то или кого-то, да? Вечные. В каждой области жизни все нужно изучать, познавать через свою шкуру, чтобы что-то осознать. Но есть люди, которые, оказывается, через чужую шкуру пытаются осознать. То есть, они делают следующее. Эти лодыри несят в интернете. Они смотрят ритуал ваш. О, обожаю это местечко. Ладно. Хорошее воспоминание называется. Они сидят и смотрят ритуал. Допустим, ваш, или как вы объяснили, или как вы несколько раз объяснили какую-нибудь теорию. Может быть, какую-нибудь вообще даже вы не до конца это рассказываете. Но человек-то впитывает это. И он потом через определенное время, погрязище, через определенное время говорит. Ой, ты знаешь, я все уже об этом знаю, в принципе. То есть, они увидели какой-то ритуал. О, как я пропустил. Олень пробежал, твою мать. Через дорогу прям. А, нет, это косуля была. О, такой облом, рыжая такая. Блин, сейчас бы поснимал. Ну, не мухоморы, конечно. Вот. И человек, посмотрев чужие видео, чужие, какое-то чужое просто слово, пересказы о магии, начинает сразу мыслить. Так, ой, так я все уже знаю о магии. Я, в принципе, уже и по воду знаю, по кимбанде, умбанде, юруба. Вот. И все-все-все. Пало Монте, Пало Кимбиса, Пало Гамм и так далее, и так далее. Я все уже в курсе. Я такой спец. Я уже и по демонам знаю. Мне же сказали все. Зачем что-то книжку читать, да ведь? И вот это поколение деградантов меня поражает просто. То есть, понимаете, это просто предел мечтаний. Кстати, мне одна мадам сговорила, в медведей в такой стороне не бывает. Да, конечно. Я тогда из малинника бежал так быстро, что пятки сверкали. Чтоб мамашу этого медвежонка не увидела при мне. Они на запах быстро реагируют. Вот. Я что, не знаю, что ваши проблемы там, где не ходят, где ходят. Если у вас там тупо браконьерство, убийство, понятно, не ходят уже. Людей боятся, больных на голову. Вот. Бухих алкашей, которые любят пострелять где-то там. Выпендриваться. Раз в постели нихрена не могут видеть, как говорила. Она знакома. Ну вот. То есть, получается, вы тупо берете материал. А люди сейчас подсажены на интернет, на ютубе. Я даже не знаю, если его отключат, что вы там будете делать. Вы, наверное, сдохнете уже с голода. Да. Книжки же лень взять-то почитать. И люди начинают привыкать уже к электронным книгам. Только одно но. Я так для некоторых скажу. Если мы возьмем электронную кимбанду, допустим, книгу. Да. Там вкратце все сжато. Ничего толком нету. Ни объяснений. Ничего вы не увидите. Как в Степаново называют. Заговор. А что нести кому, ни хрена нет. Вот так же и здесь. И везде информация разная. Потому что если мы смотрим книгу, печатную, да, издание от самого автора, то там одно. Там, допустим, для особо одаренных великих Кимбандерас или Гангульеру, которые уже там возле котлов поклоняются из палы. Вот. Книга это вообще отличается, да, от электронной. В электронной все сжато. Даже с Сиепушкина читаешь, электронные, смотришь, там вообще половина убрана. Они переменены. Отличаются от письменной. Даже 90-х годов. Вот это меня поражает. И многие люди ведь начинают потом хренать, какие-то ритуалы из электронных книг. Вот. Не понимая, даже критику не включая, что такой бред можно написать. И это вообще не относится, допустим, к бразильскому Кимбанде или еще к какому-то культу. Что там просто таких блюд нет. Вот. Ну, у нас люди как бы все понимают, самые опытные, все знающие. Ведь там же написано, значит, 100% без Б. Или сказал мастер какой-то там из интернета. Алкаш. Все, 100% надо ему верить. Жиробой какой-нибудь. Вот. И человек начинает ошибки делать. То есть ошибки заключаются в том, что он верит все, что там написано. Что там, допустим, какой-то эшуа. Там, допустим, эшубраза, эшуа огня, да. Эшубраза, допустим, эшуа огня и так далее, да. Или броса, иногда называют его в других книгах. Вот. Кимбанде. И обычно человек начинает 100%. Так же с демонами, так же с Астаротом или Астартом уже начинается там бредятина в голове. Они из-за этого тупятся. Они не понимают, кого они вообще призывают, с кем они работают. Конечный итог изучения называется. Вот это меня всегда поражало, так сказать. О, неужели солнце вылезло? Какая жирища начинается. Я в предвкушении, как будто эфир включил. Вот. И человек, особенно ленивый. Ой, вот да, знаете, дайте какой-нибудь ритуал. Вот тупо вот такой, да. Вот тупо, знаете, две свечки. Не смазанные ни маслами, ничего. Эшубраза. Да, и тупо сжечь врага. Все, и вот я хочу. Вы думаете, это подействует? Если это в книге по кембанде, или бразильской кембанде, или какой-нибудь испанский, итальянский, еще какой-нибудь разные там, может, дома или храмы у них, да? И вы сразу думаете, ой, все, сейчас я буду править миром, мне эти вот просто, эшуа, будут просто задницу целовать. Нет. Это как и с демонами. Тут подвох огромный. И это называется проверка на тупость. И лень. Не понимаю, что нужно налаживать связь. Что нужно понимать, может быть, эшуа не откликнется. С демонами, с духами, с славянскими, может, с бесами там и так далее. Та же история. Понимаете, начинают тупо колопоклоняться, жопу целовать бесам, орать, как они их любят, траля-ля. Кричат на четыре стороны. Я думаю, о, корный бабай. На, подальше держаться от этого. А это же уже все. Это уже, наверное, одержимость называется. Как это? Флюид одержимости, да? Новомодное вене. Как это? Астральный, астральное отравление, да? Вот. Из той же стадии. Поэтому я не знаю, чем вы занимаетесь, люди. Когда вы пишете глупые комментарии, хотя я уже теоретически поднимал область какую-то, да? По кому-то божеству или что-то демонам. А проще стандартный какой-то подъем даже. Стандартная информация. И то люди не способны послушать, понять, почитать. Когда я говорил, книги хотя бы почитайте. Какие-нибудь планетарку, стихи изучите. Не-не-не-не-не-не-не-не. А потом такие тупые вопросы, которые у новичков только бывают. На начальных стадиях. Они уже великие магистры. Но, понимаете, они как бы не знают почему-то. А почему вода эта с некротикой работает? Стихия. Как так? И земля. Ёкорный бабай. То есть это вообще трэш. Это шундины, там, или бусим, или шумары, или помба жира какая-то, прая, да, воды там. Или какие-то демоны воды. Начинается золотупость. Как это так? Так, это элементарно. Это потому что элементарность, да, то есть это стихийность и так далее. Планетарка так устроена. Есть законы. Ну нет, мы хреначим, мы нарушаем. У нас тут капание свечкой в воду. То есть вообще шиза полная. То есть какие-то стихии несовместимы, мы хреначим. Понимаете? Когда такое видишь, уже начинаешь понимать. Да, это магистры, они просто очень много знают, понимаете? Они такие гениальные. Куда нам до них? Куда? Вот куда? Поэтому не надо лениться, надо изучать, надо добиваться, надо иметь разные аналоги, не только в книге одной там что-то написано для дураков, просто для пиарчика. Вот кратский материал. А настоящий может быть где-то у этого мага на семинаре, или где-то у него лично можно выпытать это, да? А многие этого не делают, они не добиваются правды. Они просто тупо застряли вот на этом. И они считают, что, знаете, человек просто тупо изучил что-то. Все, я уже все знаю, я все такой умный, я такой гениальный. Все, это как с девками некоторой переспал, но все, в принципе, я уже всем доволен, все, я достиг жизни. То есть такое мышление ограниченное, да? То есть тупо дошел на полпути и не пытается даже понять, что может быть в жизни еще может что-то удивительное удивить, какие-то знания достигнуть. Не-не-не-не-не, все, все, все на этом я все познал, я все, все уже знаю. Ну, это глупое мышление, это деградирующее мышление. Сейчас таких мышлений полно. То есть слушают, смотрят и думают, все, они уже как бы посмотрели, увидели. Но нужно понимать, что у каждого свой опыт, у каждого через свою шкуру. Каждый познает и у каждого работает ритуал по-разному, понимаете? Каждый. А то, что там, или некоторые даже стихийно составляют сами, зная планетарку. Планетарка, она везде икоблистика, в любом культе СНТР, да? Или Юрубан. Ну, ладно. Нам, умников, гениальных людей не понять. Поэтому я говорю, включайте мозги, добивайтесь правды до конца. Потому что бывают ошибки, бывает много-много, но многие тормозят и не понимают, думая, ну все, в принципе, они уже ухватили, так сказать, фортуну за хвост, да, или птицу части. Это не так. Всем удачи, успех, с вами был Александр Печовцев. Диалог вам третий пустя, удачи.